Ситуация на границе Судя по поступающим сообщениям, активная стрельба на границе ночью и сегодня днем велась, несмотря на то, что Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить вооруженный конфликт и отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации. Ещё ранее МИДы двух стран заявляли, что режим прекращения огня и вывода войск из зоны конфликта начнётся ровно 20.00 вечера, однако достигнутые договорённости соседняя страна сегодня утром нарушила. Стороны договорились прекратить огонь с 8 вечера. С наступлением этого времени ночью в зоне конфликта периодически звучали одиночные выстрелы со стороны граждан Таджикистана, но открытого вооружённого столкновения между войсками двух стран не было. Однако сегодня утром на посту Кызылбель таджикские военные вновь начали стрелять в сторону наших пограничников. Перестрелка длилась недолго, но с момента введения режима прекращения огня это был первый случай его нарушения. О втором случае нарушения режима прекращения огня стало известно ближе к 4 часам дня. На том же участке Кызылбель местные жители сообщили, что началась перестрелка между кыргызскими и таджикскими военными. Также о том, что со стороны Таджикистана выставлены гаубицы. В полпредстве Баткенской области опровергли информацию о тяжёлой артиллерии, но факт очередной стрельбы подтвердили. По словам Суаналиева, соседи ошибочно произвели одиночный выстрел. Однако на этом видео отчётливо слышна автоматная очередь. Вот такие кадры облетели минувшей ночью все мессенджеры. Местные жители оттуда сообщали, что в селе Махсад продолжается перестрелка между военными двух стран. На кадрах горящие дома и гулящие по улицам кыргызского села вооружённые граждане Таджикистана. Сегодня утром в УВД Баткенской области сообщили, что ночью на границе в Лейлекском районе периодически продолжились перестрелки между пограничниками двух стран. Жители сёл Кулунду – Интернационал, Эскиочу, Махсад, Джаштык, Центральный, Достук, Арка Лейлекского района ранее были эвакуированы в безопасное место. В областной милиции также подтвердили информацию о том, что таджикистанцы взяли в заложники главу села Интернационал. В селе Борборду, Кваймаке, Джанайджер, Лейлекского района курсирует военная техника вооружённых сил Республики Таджикистан. Появилась информация о том, что на участке жилой дом в кыргызском селе Интернационал погибли двое граждан Кыргызстана. А дома кыргызстанских граждан заняли таджикские военные. Проверить эту информацию отправился глава села Интернационал. Однако во время осмотра селения таджикские военные связали его и взяли в заложники. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье номер 380. Подтвердилась также информация о том, что в селе Арка Лейлекского района граждане Таджикистана разрушили несколько жилых домов с помощью строительной техники. Днём в сети появилось видео, в котором видно, что оккупировавшие село люди подогнали бульдозеры и с их помощью сносят дома. По словам Омербека Суваналиева, после проведённых переговоров таджикистанцы уходят из кыргызских сёл и убирают технику. Жители Арка, напомним, покинули свои дома ещё накануне, перед тем, как здесь начались активные боевые действия. Всего же из приграничных территорий Лейлекского района безопасные места были вывезены более 13 тысяч жителей. А из Баткенского района 7093 человека эвакуированы в город Баткен. Со стороны службы гражданской защиты им оказывается необходимая гуманитарная помощь. Продукты и предметы первой необходимости начали собирать и отправлять и общественные организации из других областей страны. В Баткенском районе в ряде приграничных сёл, по предварительным данным, в селе Коктерек напавшие соседи подожгли все 17 домов. Пострадали также сёла Кызылбель, Достук, Кокташ и Учтебе. В Лейлекском районе граждане Таджикистана подожгли дома в сёлах Борбордук, Арка, Интернационал, Джаштык, Максат. Ситуация сегодня на границе также меняется ежечасно. Утром власти Баткенской области сообщали, что стрельба полностью прекратилась и вроде как начался подсчёт ущерба. То через некоторое время поступило сообщение, что село Арка в Джанаджерском аильном округе снова обстреливают. Люди, находящиеся вблизи села, сообщили, что таджикские военные периодически стреляют из гранатомётов и миномётов. И это несмотря на то, что стороны договорились полностью прекратить огонь. Очередную попытку заключить перемирие и остановить кровопролитный конфликт сегодня днём предпринял глава ГКНБ Кыргызстана Хамчбек Ташиев. Он в Баткен прилетел сегодня утром и отправился на переговоры с главой ГКНБ Таджикистана. Встреча прошла на нейтральной территории между кыргызстанским КПП Хазылбель и таджикским Гулистон. Сегодня решили отвезти все войска от линии госграниц. Даст Бог, до сегодняшнего вечера полностью урегулируем ситуацию. Таджикистан просил открыть коридор в Варух и подключить электроэнергию в Анклаве. Но мы решили ещё обсудить этот вопрос. Кроме этого, в ближайшие часы пограничники Таджикистана откроют дорогу в Кокташ. Также они покинут территорию Кыргызстана. Чтобы не повторялось в будущем подобное, создали специальную комиссию. Все сожжённые дома будут восстановлены с помощью государства или таджикской стороны. Я вам обещаю, что ни один метр стратегически важных земель мы не отдадим. Но имейте в виду, что без обмена земель демаркации не будет. Отметим, всё началось в минувшую среду на участке водораспределительного пункта Головной. На объекте, который всю жизнь был кыргызстанским, его обслуживали наши водники, жители таджикского села установили видеокамеры. После отказа выполнить требования жителей села Кокташ убрать их, стороны начали закидывать друг друга камнями. Вскоре таджикская страна начала обстрел домов и машин кыргызстанцев уже из огнестрельного оружия. Стрельба продолжалась всю ночь и уже в четверг, то есть накануне, военные Таджикистана начали массированный обстрел водозабора Головной. Вскоре стало известно, что таджикские военные открыли стрельбу также на границе, в Лейлегском районе. Манас Аджигитов, Диас Сакимбаев, НТС